здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сейчас мы сделаем обзор небольшого видео записи пресс-конференции сергея лаврова по городу бучи я постараюсь быть максимально беспристрастный несмотря на то что у меня есть своя оценка но я постараюсь сделать так чтобы вы сами сделали свою оценку я лишь обозначу те моменты которые для меня показались очень важными и думаю что вы тоже обратите на них внимание на после нашего обзора и так давайте по порядку в последние дни пропагандистская машина запада и украина работает исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда и так а значит первый момент на который хотелось бы обратить внимание это то что сергей лавров ну во первых перемещение корпуса на слове истерика говорит о том что он волнуется больше всего именно по по поводу этого слова да то есть для него это слово ключевое то есть сейчас ну дальше он сейчас пойдет по поводу самого видео это мы тоже обратим внимание но то что его больше всего раздражает то что вызывает в нем максимальное количество эмоций это слово истерика дальше по поводу видео давайте смотреть который был снят украинскими как мы понимаем военными украинской службы безопасности в городе буча киевской области и здесь тоже прошу обратить внимание на следующий момент то есть само видео он не ставит под сомнение он не называет это фейком он не называет это монтажом он говорит что это видеоряд который был снят украинскими военными или там службой безопасности то есть тем самым он подтверждает что это видео могло быть ну даже не могло быть а то что подлинность этого видео он не ставит под сомнение по крайней мере вот в этих словах и в общем то тоже прошу обратить на это внимание откровенная надуманность и лживость утверждений неких военных преступлениях и смотрите он делает упор не на то что видео какое-то ну как я уже сказала в предыдущем моменте что оно какое-то поддельное а именно делает упор на выводах его раздражают именно выводы да вот это тоже прошу обратить внимание это на тоже ну такой маленький сигнальчик того что все таки понимаете когда человек действительно знает что этого нет то он будет копать именно к истории в источнике до разбираться в источнике но здесь источник не ставится под сомнение соответственно но уже какие выводы кто сделал а по выводам естественно у каждого свой взгляд да как говорится на вкус и цвет товарищей нет и каждый делает свои выводы то есть он делает упор не на источник он он уводит немножечко от источника а старается как раз сделать упор на выводах и выводы ему не нравятся с той стороны дальше по поводу слова военных преступлений идет реакция телом российских военных российских вооруженных сил которые проводят специально значит по поводу военных преступлений пошла реакция тела то есть идет вот про больше волнения там где человек сомневается да где больше сомнения где больше ну вообще тело не любит врать и поэтому те слова которые тело знает что это не совсем правда там появляются разные сигналы тела там больше включаются эмоции там больше зажимов и вот этих вот поворотов корпуса тоже больше соответственно вот на этом моменте пошли больше амплитуды корпуса до расширение в сторону уходит ну то есть здесь пошло волнение а дальше вот на слове военная операция ну просто много реакций а то есть ну мы понимаем что в россии слово которое сейчас под запретом нельзя произносить это называется военной операции и конечно же каждый из нас на это реагирует ну таким же образом да потому что мы мы все понимаем что это не военная операция ну ладно бог с ним но давайте наблюдать как много реакции тела идет на слове военная операция операцию вот смотрите он и отклоняется и локти отры он отклоняется вместе с локтями и локти даже отрывает от стола здесь немножечко закрывает но это вы можете посмотреть на самом источнике я ссылочку под видео оставлю дальше на глазах мы видим сначала испуг потом печаль потом гнев и потом он выставляет лоб и говорит дальше о чем это говорит сначала ему страшно произносить слово военная операция да он понимает сам тоже но мы все это понимаем любой человек мыслящий он понимает что это слово называется по-другому да но я в целях того чтобы мне не прилетела от ютуба каких-то предупреждений я не буду тоже произносить это слово и поэтому идет реакция сначала испуга потом печаль печаль это тоже неконтролируемая эмоция по большому счету ему печально называть вещи не своими именами пусть даже он мозгами умеет собираться да и подбирать нужные слова но тело всегда будет давать свои сигналы и здесь у нас конечно же идет этот сигнал дальше но потом он все-таки собирается и собирает волю в кулак по сути вот этот гнев он может быть адресован и вот этой вот минутной слабости до которую сделала его тело и соответственно идет уже реакция как раз вот то есть соберись да и дальше гни свою линию и дальше слова он говорит уже выставляя лоб мы знаем что выставлять лоб это значит занимать саботирующую позицию стоять на своем и ну что называется не 5 родной земли вот знаете вот когда ты упираешься и не пускаешь противника до на свою территорию нужно занять такую позицию чтобы тебя было сложнее всего сдвинуть именно с выдвинутым лбом сложнее всего сдвигать с определенной позиции и поэтому люди неосознанно когда стараются стоять на своем они выставляют именно лоб когда они идут в наступление они выставляют больше челюсть но здесь вот как раз вот попытка стоять на своем да вот да вот видите гнев и пошел лбом было доказано многократно и в подробнейших брифингах министерства обороны российской федерации по линии наш вот по поводу доказательной базы здесь идет больше такая знаете директивная такое директивное перечисление того что ну как бы произведено нет эмоций а есть вот именно вот произнесение нужной информации до с выставленным лбом это моя позиция это моя возможность стоять на своем и поэтому выслушайте меня пожалуйста это было как раз вот именно это не линия с которой я могу победить эта линия с которой я могу выстоять эта линия от которой я не отойду как вы меня не будете отодвигать то есть вот если человек ну я немножечко все таки свою личную оценку внесу когда человек не виноват и ему надо доказать он как раз вот эти аргументы будет нести как знамя он будет их выставлять вперед он будет ими аргументировать он будет их включать в этот диалог но здесь идет как раз то есть аргументы у меня есть но я просто буду стоять на своем аргументы я как бы предоставил куда-то но и соответственно общее доказательство которое кому-то он предоставил но обратите внимание если он кому-то ну вот есть определенная структура которая выносит постановление да ну там суд или еще куда они предоставили ну там выносятся решение кто прав кто виноват но почему сейчас до общественности не донесено ну если у них действительно мощная доказательная база то почему не с той стороны нет информации о том что действительно там рассмотрев материалы дела было вынесено такое решение что ну вот эта сторона не виновата этого мы не видим кроме того если есть это доказательная база то почему ее нет в интернете я кстати посмотрела в интернете да действительно там есть статьи по поводу ну вот как бы с доказать с доказательной базой со стороны россии со стороны украины я соберу эти статьи самые ну на мой взгляд интересные и тоже под видео помещу потому что но мне бы хотелось чтобы вы сами сделали вывод по ну вот насчет этих статей да но вот что касается сейчас тех аргументов которые я слышу я вижу что он это произносит без эмоций что говорит о том что он сам слабо в этом скажем слабо в это верит вот вот я возьму на себя такую смелость и скажу потому что но даже не то что слабо верит а он их не считает мощным доказательством своей невиновности вот так вот и поэтому он говорит без энтузиазма о них а дальше то министерство и по линии нашего постоянного представительства при он который вчера провела специальную пресс-конференцию а сегодня подробнейшим образом изложила нашу позицию показала факты зачитала показания свидетелей вот насчет свидетелей вот этот момент мне показался тоже очень серьезным и требующим вашего внимания потому что когда он говорит про свидетелей он поджимает подбородок причем это через паузу вот слова свидетели у него довольно сложно им удалось но это я уже так просто утрирую конечно же он это произнес с минимальной задержкой но все равно даже минимальная задержка у человека с таким богатым опытом ну вот таких пресс-конференций до сложных ситуаций говорит о многом поэтому та пауза которая была перед словом свидетели ну тоже о многом говорит и дальше с поджиманием подбородка все таки вот этот момент мне показался тоже настораживающим внимание на заседании совета безопасности организации объединенных наций возникает вопрос в чем причина этой откровенной лживой провокации правдивость который оправдать просто невозможно и вот здесь тоже меня насторожил этот момент почему сейчас не было упора на доказательную базу то есть эти доказательства мы кому-то предоставили пожалуйста они там изучаются да и сразу пошел в сторону того кому это выгодно и так далее человек опять таки невиновный будет настаивать на всестороннем расследовании на том что он будет сам бежать впереди паровозы и предоставлять все возможные доказательства своей невиновности ну так работает любая человеческая психика если ну предположим любого из вас до обвинят в чем-то то мы сразу начнем докапываться до каждой мелочи до на что там происходило но то есть вот вот потому что спасение любого человека которого в чем-то обвиняют именно в нюансах в тонкостях да вот в самых мелочах которые можно открыть да и вот с помощью них доказать свою невиновность и только лишь человек который хочет спрятать все и уйти с этого минного поля где он знает что он виновен он будет опираться он будет обобщать и выводить на какие-то выводы какие-то вот ну то есть вот это обобщение это чистейшая манипуляция до обобщение кому это выгодно это в конце можно сказать но обратите внимание вот буквально смотрите сколько сейчас прошло одна минута он только одну минуту из шести сказал о ситуации до в которой в которой должно быть если он невиновен должна быть скрыта должно быть скрыто доказательство его невиновности но он посвящает этому только одну минуту остальные пять минут своего выступления он рассуждает о том кому выгодно и ну то есть уже уходит в другую область где действительно есть возможность разгуляться где есть разные варианты ухода до от того что действительно болит до что где действительно скрыта вся доказательная база понимаете вот этот уход от самого факта и косвенно подтверждает всегда что человек здесь чувствует себя неуверенно и пытается уйти с этой минной территории кстати в обычной жизни точно также человек который не хочет чтобы узнали всю правду он будет всячески манипулировать обобщать будет копаться не в тех обстоятельствах не в ту сторону он будет вас уводить будет уводить всячески от самого страшного того места где находится состав преступления поэтому вот это для меня очень серьезный такой сигнал того что ну как бы здесь есть куда копать и я боюсь что дальше официальная российская сторона будет опровергать и ну стараться вот находить какие-то причины именно причины почему это произошло а вовсе не докапываться вот до того что не будет докапываться до истины мы склонны думать что причина заключается в желании найти повод сорвать видите здесь он отклоняется и дальше он будет уже меньше он будет отклоняться но это будет уже реже меньше сигналов каких-то будет ну то есть он ушел уходит уже с этой территории где действительно ему не очень комфортно и дальше он будет обвинять и ну давайте слушать дальше ведущиеся переговоры причем это сделать именно в тот момент когда как говорится забрежил пусть еще не очень яркий но все-таки свет вот по поводу этого забрежившего света он очень сильно сомневается отклон корпуса и вот это вот опять пауза пауза как говорится вот это вот все оговорочки которые говорят о том что он уже не верит в то что там что-то забрежило но он как бы этим оперирует да то есть смотрите а вот у меня была конфетка а почему вы не воспользовались а теперь этой конфетки нет он как бы вот таким образом пытается ну вот набить цену тому что было возможно когда на переговорах в стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того как мог бы выглядеть договор в том в части которые касаются статуса украина и в части которые касаются гарантии безопасности опять отклоняется но я не буду останавливать видео у меня здесь отметочки где он отклоняется и вы обращайте внимание на каких фразах это происходит я не буду это расшифровывать дабы не не делать видео очень длинным впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным внеблоковым без ядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и вот вот эта часть информации ему больше всего нравится потому что здесь он воодушевился пошли иллюстраторы руками даже но здесь к сожалению так получается что перекрыты руки его поэтому ссылочка на само видео я вам поставлю и вы посмотрите само это саму эту пресс-конференцию если захотите проведение на своей территории учений с участием иностранных военных кроме как согласия всех стран гарантов этого договора будущего договора мы надеемся включая российскую федерацию гарантии безопасности которые этим договором предусмотрены также в целом идут в сторону осознание необходимости договариваться и договариваться таким образом чтобы полностью исключить расширение нато на восток прежде всего на украину и обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте кроме того украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора тезис о том что гарантии безопасности которые будут предоставлены украине в случае достижения договоренности не будут распространяться на крым и на донбасс в этом на крым и донбасс было облизывание губ то есть это ему интересно это понятно в общем то тоже проявился существенный прогресс с точки зрения реалистичности осознания киевом статуса этих территорий и именно в тот момент когда в соответствии с договоренностями стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле прежде всего в киевской области и в черниговской области именно в этот момент три дня спустя того спустя после того как по поводу киевской черниговской области я не знаю почему он так отклоняется но там там стрессовая какая-то ситуация для него наши военные вышли из города буч там была организована провокация который мы сегодня говорим у нас есть все основания полагать что сделано это было для того чтобы кстати очень хорошая оговорочка у нас есть все основания полагать ну вот манипулятивная кстати она очень у нас ну вот то есть у нас у кого у нас есть все основания полагать а по сути эта фраза очень общая да и она как бы наделена таким большим весом а по большому счету она ничего не значит отвлечь внимание от переговорного процесса отвлечь внимание от того что украинская сторона уже после стамбула стала отыгрывать назад пыталась выдвигать все новые условия а как только западные сми разогнали фальшивку про город буша украинские переговорщики попытались вообще при так это уже фальшивка вот в начале своего выступления он сказал что это видеоряд он не подверг это сомнению а сейчас он назвал это фальшивкой понимаете вот вот это вот как бы уже настораживает для человека его уровня и опыта он бы сразу должен был сделать акцент на том что это фальшивка у нас есть доказательства а сейчас вот как бы в речи он допускает назвать это фальшивкой ну потому что это просто как бы уже дальше речь первые слова это было как официально да а здесь он уже как бы говорит от себя да и соответственно а мы-то с вами это все слышим и мы делаем выводы да если это назвали фальшивкой так может это и правда фальшивка но тут как бы вот это вот игра словами очень много значит рвать переговорный процесс мы исходим из того что международное сообщество обязаны знать правду и международное сообщество обязаны знать о том что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом но если украинцы украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том что необходимо какие-то дополнительные шаги со стороны российской федерации если она будет по-прежнему категорически отказываться как она делает сейчас даже обсуждать задачи деноцификации и демилитаризации восстановление прав русского языка и если они по-прежнему будут заявлять что проблем с русским языком с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует я не думаю что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса поэтому мы еще раз хотим призвать настоятельно призвать тех кто руководит действиями киева мы знаем кто это все таки осознать свою ответственность за безопасность европе за будущее мироустройство за обеспечение на практике следование всем принципам устава организации объединенных наций россии готовы к этому разговору но для того чтобы у нас был настоящий прогресс они его видимость мы настаиваем на том чтобы киеву был послан не двусмысленный сигнал не заниматься саботажем иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем нас настораживает также что украинская сторона решила требовать чтобы в случае заключения договора которым я сейчас говорю в течение нескольких дней были прекращены все военные действия российские вооруженные силы покинули украину а после этого предстоит референдум предстоит ратификации в парламенте и очень большая вероятность существует того что когда эта ратификация этот референдум даст отрицательный результат приговорный процесс придется начинать заново то есть по поводу того что он референдум даст отрицательный результат он даже не сомневается поэтому ну о чем тут может быть речь в такие кошки мышки мы играть не хотим еще раз причерпну мы не хотим повторение минских договоренностей повторение судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения да в общем то что что я могу из этого сделать вывод какой ну это уже девятый можно сказать пункт моих выводов что вот все вот это вот 5 5 минутная речь которая была после того как я конечно ожидала большей доказательной базы ну ладно может быть кому-то она и предоставлена может быть в дальнейшем мы и увидим это все да от более официальных источников нежели от статей которые были сделаны с определенным уклоном ну ладно а значит что вот мысль какая мысль прозвучала мы готовы договариваться это сейчас ценно для нас и для вас в первую очередь да но если украинцы будут слишком дотошными то мы прекратим этот договор но по сути это шантаж понимаете то есть если вы будете докапываться до истины дальше то мы с вами прекратим все диалоги и будем дальше развязывать эту как это называется спецоперацию да вот так вот дорогие друзья я постаралась минимально здесь давать свою какую-то человеческую оценку хотя меня честно говоря очень сильно это все напрягает не и это не то слово я я негодую негодую по поводу всего этого но надеюсь все таки я донесла свою мысль надеюсь что здравомыслящих людей среди зрителей моего канала больше а и вы сделаете тоже правильные выборы но вы выводы вернее но это конечно же дело каждого из вас дело совести каждого из вас давать свою оценку и действовать делать определенные выводы да я желаю нам всем мира добра любви благополучия и чтобы быстрее этот кошмар закончился люблю вас всех очень сильно